Хьюстон. Добрый день. Очень много хвалебных слов прозвучало в мою сторону. Спасибо, Аня, за это. Я постараюсь оправдать ваши ожидания. И пока вот сидел, ждал своего доклада, я увидел девиз этого мероприятия «Никогда не останавливайся учиться», «Никогда не говори никогда». И случайным образом тему моего доклада где-то как-то она относится к обучению. И я не случайно выбрал такое провокационное название доклада «Как вырастить мобильного разработчика за 21 день». Честный ответ – никак. Да, действительно, мы живем с вами в такое странное, интересное время 23-летних синиров, хантинга, печенек и так далее. И старая добрая традиция, что мотивируешь, что и получаешь. Поскольку аутсорсинговые компании замотивированы максимально дать погоны, и поэтому люди максимально быстро эти погоны получают. Не факт, что знания успевают за этим. Но давайте немножко погрузимся вообще в эмоции. А вот тут такой красивый сладик, можете на него не смотреть. А я пока расскажу некую эмоциональную предысторию, как все началось. В 2012 году я с партнерами запустил небольшую рекрутинговую компанию в Киеве. И за время работы этой компании мы получили статистику по рынку труда. Вот горящий такой рынок, горящие пирожки. Здесь там украли специалисты, там перепродали. И примерно в тот же период я поехал в свой родной город отдохнуть на пару недель. Называется отдохнул, пообщался с ребятами. И мне рассказали страшную историю, вообще страшную. В моем родном городе для того, чтобы устроиться воспитателем в детский садик, на зарплату в тысячу чем-то гривен, нужно было дать взятку в 8 тысяч гривен. И мне стало как-то обидно за родину. То есть здесь вот в Киеве мы покупаем, продаем персонал, а здесь вся родня скидывается на взятку, чтобы устроиться на работу. Мне это было непонятно вообще абсолютно, никак непонятно. И вот в этом докладе я хочу показать вот ту пропасть, которую отделяют миллионники с горячим рынком труда, с дефицитом специалистов от регионов, где вот такие вещи в принципе возможны. Я вообще не верил, что такое возможно. Такое возможно. Я расстроился, а потом подумал, какая вообще сумасшедшая бизнес-возможность. Какое огромное количество нетрудоустроенных людей, какое огромнейшее количество людей, которые, наверное, хотят чему-то научиться. Я прожил в Киеве 19 лет. В 2012 году я психанул и переехал в Камец-Подольский. Думаю, вот сейчас здесь мы построим вот этот город-сад. IT-компанию, учебный центр и так далее. И с тех пор прошло три года, город-сад не появился, потому что чудеса невозможны. И за 21 день, как я уже сказал, разработчика вырастить невозможно. Но, как говорят, когда мы получаем опыт, и мы, наверное, при этом не получаем денег, мы получили огромнейшее количество всякого опыта. Этот опыт я систематизировал, я хочу им с вами поделиться. Но давайте немножко вообще посмотрим на историческую перспективу. Лихие 90-е. Кризис в стране. Огромнейшее количество людей с высшим образованием торгуют печеньками, селедкой, чем угодно. Они не работают по специальности. И тут появляются первые IT-компании. Первые IT-компании трудоустраивают этих инженеров, они начинают хорошо и качественно работать. Наши IT-услуги для западного рынка дешевле воды. При этом. Естественно, рынок начинает расти. Но при этом все равно остается большое количество людей, которые готовы работать. То есть отрасль аутсофтинга начинает всасывать в себя вот этих всех людей, которые с горящими глазами готовы работать, потому что до этого у них работы не было. Они занимались вообще непонятно чем. С тех пор прошло 20 лет. И я вот назвал этот период, эксперт не найден, ошибка 404. Когда появились вот эти вот 23-летние синеры, когда на собеседование мне приходит выпускник вуза, я не буду называть вуз, и наш разговор переменно сводится к содержанию анекдота. Если вы мне заплатите тысячу долларов, я вам ничего ломать не буду. И в этот момент, вот сейчас прямо этот момент у нас происходит, IT-компании думают, елки-палки, а на рынке-то специалистов уже нет. Как быть? Наверное, готовить своих. И подготовка своих специалистов для средних и крупных компаний становится неким стандартным, а для маленьких компаний, которые размещены в регионах, это вопрос выживания. Как вы думаете, с чем я столкнулся, когда приехал в красивый туристический город Камьис-Падурский? Первым делом я сказал, ребята, а давайте мы сейчас все дружно будем писать код. Вот придите и будем писать. Ко мне за полгода набежало 45 человек. Они не умели писать код. Они вообще не понимали, о чем речь. Они просто хотели. И тогда, наверное, можно было предположить, что так будет. Но из Киева, из этой башни слоновой кости плохо все видно. А когда я переехал туда физически, со всеми пожитками, со всем остальным, а рынка-то нет. То есть нанять готового специалиста невозможно. И для таких компаний, которые размещены в регионах, готовить своих специалистов, выращивать их с нуля, их отбирать, осматривать со всех сторон, чтобы они там были качественные, хорошие, потенциальные. Это вопрос физического выживания. И для того, чтобы дополнить картину, стоит рассказать о том, что сейчас появилось огромнейшее количество учебных стартапов. То же самое Прометеус, Гоэти. Сейчас все бегают и ищут эту золотую или серебряную пулю, как готовить нормально. То же самое Курсера. Вроде отличная идея. Ну что там, сидишь дома, включил ноутбук, смотришь курсы, иногда отвечаешь на вопросы. Конверсия меньше 10%. То есть меньше 10% в случае дистанционного образования закачивают курсы в принципе. Какое количество из этих 10% потом трудоустраивается, вообще большой вопрос. То есть абсолютно онлайновый формат обучения, он тоже, скорее всего, не панацея. Ну почему? Потому что речь идет о самомотивации. Только 6% вообще населения нашей планеты готовы учиться самостоятельно. Готовы сами себя обучать. Наверное, в этом проблема. То есть кто знает. И я вам тоже не дам готовых ответов. Наверное, их нет. Я хочу дискуссии, я хочу вызвать ваше возмущение где-то или вопросы. Потому что это открытый вопрос. То есть вот этой серебряной пули, как правильно готовить специалистов, не существует. Есть идеи об этом. И мои идеи заключаются в чем? Вот какие-то три таких есть больших области, которые должны быть. Понятное дело, хардскиллы. То есть мы должны уметь делать что-то конкретное, предметное. Знать язык программирования, знать фреймворки, знать паттерны, антипаттерны тоже было бы неплохо знать. И это все, можно сказать, хардскиллы. Но три года в Каменце-Подольском показали мне, что этого совсем-совсем недостаточно. Потому что дальше идут софтскиллы. Способность и желание работать в команде, например. Понимать, что есть такая штука, как результат. Если нет результата, никто ничего не заплатит. Можно бесконечно долго рассказывать заказчику, как классно и задорно мы работали весь день, но при этом мы ничего не сделали. Вот не получилось. Это отсутствие результата. Что такое лидерские качества. Есть большой список вот этих софтскиллов, и без них дела не будет вообще. Приходят молодые ребята, и они вообще не понимают, зачем они пришли. Но они где-то увидели красивую картинку. Сидит фреймворк на каких-то островах с макбуком. Сытый, накормленный, то есть. И с банковской карточкой куда капают деньги. Красиво? Красиво. Как сделать? Непонятно. Третья штука – это язык. И не русский, и не матерный. Скорее всего, больше английский. Где-то немецкий. Язык должен быть. Дальше у меня будет отдельный слайд. Я расскажу, как мы прыгали в шестом, через этот языковой барьер. Не с первой попытки. Мы сейчас поговорим немножко о хардскиллах, о софтскиллах. Я нарисовал вот такую красивую паутинку. Она может быть скучная, но это, я прошу оценить, это плоды бессонных ночей. Это некая такая карта компетенции, как я ее называю. Я дальше там чуть-чуть ее расшифрую. Тоже огонечек такой есть, да? Есть некая штука, которую я называю базовая. Вот желательно, чтобы наши вузы выпускали таких специалистов, которые приходят вот с этим, в IT-компанию. И тогда не нужно делать долгую, мучительную предпродажную подготовку. Вот сколько нужно мучить, я потом тоже расскажу отдельно, сколько там месяцев или лет. Но вот желательно, чтобы это было. Но этого нет, поэтому нам приходится этому учить самостоятельно. Давать необходимые книжки, материалы, проверять, контролировать, потому что обучение без контроля знания, оно не имеет смысла. Потом есть язык. Но поскольку я говорю, что это iOS Developer Competence Map, то есть Objective-C. Вот на это место можно поставить любой другой язык. Можно C-Sharp поставить, Java, что угодно. Но в данном случае, поскольку мы специализируемся на мобильной разработке, в частности на iOS, я в качестве примера привел Objective-C. Есть еще Swift, но поскольку язык только развивается, появилась вторая версия, очень вкусная. Сейчас в силиконово-дренинных катонах он, по-моему, восьмое место занял в рейтинге. То есть попал в рейтинг в принципе. Язык очень интересный. Но дальше я о нем рассказывать ничего не буду, потому что он еще развивается только. Дальше идут всякие библиотеки. Вот если взять примерное соотношение, то база и язык, наверное, это процентов 15. От того, что нужно знать. Мясо все находится вот здесь, где-то здесь. Среда разработки. Некий такой хитрый дополнительный инструмент для того, чтобы быстро все инсталлировать или удалять, или обновлять. Софт-скиллы, я их сюда обязательно внес, это важно. Вопрос, связанный с качеством. Диплой, дизайн и софтверная инженерия в принципе. Ну, кстати, вот на вопрос, где брать знания, сейчас их можно брать везде. Вот прямо из воздуха их можно брать. То же самое Стэнфорд, МИД, Гарвард. Огромнейшее количество всяких очень качественных тренингов. Единственное ограничение, надо знать английский язык. Ну, там даже есть субтитры для тех, кто плохо знает. То есть многие вещи сюда, вот в эту диаграмму попали вот оттуда в том числе. Вот это первый базовый уровень, который я разрисовал. То есть нужно немножко знать о том, что такое программное обеспечение. Было бы неплохо также знать о том, что такое аппаратное обеспечение. Если это мобильное устройство, то есть понятие, какой процессор используется, память и так далее. Отчего не используется. Объектно ориентированное программирование, здесь также можно сказать объектно ориентированное мышление в принципе. Потому что в школе учат не этому. Вот когда я учился, у нас вообще был такой шикарный язык, назывался РАЯ. Русский, блин, алгоритмический язык. Это когда нет компьютеров, а учить чему-то надо. В школах уже этому не учат. В школах учат Паскалю, я не знаю, чему-то еще, но вот этому не учат. Ну и мышлению тем более. Базовые алгоритмы. Есть очень хороший тренинг на Прометеосе по алгоритмам. Можно посмотреть. Веб-сервис и Рест. Ну, мобильное приложение без этих штук редко обходится. Когда мы взаимодействуем с серверной частью, вот об этом нужно знать и понимать. А еще лучше уметь пользоваться. Всякие базы данных. Наверное, для кого-то сюрприз, для кого-то нет, но в мобильных устройствах тоже базы данных есть, они используются, их нужно знать. XML JSON, это формат обмена данных, гид. Я раньше тоже не знал, что это такое. Очень классная штука, советую почитать. Хотя бы на Википедии. Всякие трекеры. Наиболее известный это Jira. Есть еще всякие простые варианты, типа Trello. Ну, и я еще добавил отдельный пункт. Это всякие базовые задачи для iOS-разработки. Это язык. Вот в центре, как я уже говорил, может быть любой другой язык. Все равно. И любая хорошая книжка по языку, в данном случае по Абджеке все есть Качан, очень хорошая книжка, можно почитать. Там все хорошо расписано. Вот. Дальше пойдут страшные диаграммы. Их не надо фотографировать, их не надо запоминать. Есть developer.apple.com. Там это все есть. Огромнейшее количество тонны материала, которые за жизнь нельзя прочитать. Ну, вот я три года читаю, процентов 10 знаю. То есть сколько лет нужно потратить, чтобы все остальное прочитать? Не знаю. Много. Примерно с синером, чтобы стать 5-6 лет. И не факт, что синер это все будет знать. Но я постарался структурировать эти знания. Здесь есть некие уровни, уровень взаимодействия с пользователем, уровень медиа, уровень ядра, сервисов ядра и, собственно, уровень ядра. Здесь всякие вспомогательные штуки. И я надеюсь, презентация потом будет доступна на ресурсе. Будет доступна, да? Ну, отлично. То есть можно будет потом это посмотреть. Вот. Тут еще страшнее. Ну, я это привел не для того, чтобы вы это запомнили. Я вообще не рассчитываю на фотографическую память. Я хочу до вас донести, что у всякой технологии, допустим, iOS-разработка, есть поле для изучения. И не нужно знать все. Кто-то никогда не будет использовать спрайт-кит. Кто-то никогда не будет делать 3D-игры. Ну, не надо оно ему. Но зато он хорошо разберется во взаимодействии с сервером и, допустим, с какой-то аудиообработкой. Слава богу, пусть он будет специалистом в этой узкой нише. Я вообще не верю в широких специалистов. Когда пишут, хотят взять на работу мобильного разработчика, кто это такой, скажите мне. Я не знаю, кто такой мобильный разработчик. Я знаю, что есть разработчик под iOS и, возможно, он знает какой-то процент этих технологий. Инструменты. Здесь все достаточно тривиально. Ну, то есть мы должны работать с проектами. Здесь редактор кода, какой-то билдер интерфейсов, дебаг, инструменты по замеру производительности, ну и вообще там всяких там memory leak'ов и прочее, как он с Git'ом взаимодействует. Ну, есть там еще такая штука, там, Target, такая достаточно специфичная. Об этом я уже сказал, почитайте, на Википедии есть. Soft skill. Здесь, пожалуй, мы немножко остановимся, потому что это важно. Коммуникации. Не помню, кто сказал, но кто-то говорил, что 9 проблем из 10 вообще у людей, вообще у людей 9 проблем из 10, связанные с коммуникациями. Кто-то что-то сказал, кто-то что-то не смог правильно это понять. Когда мы говорим о том, что я не инди-разработчик, у меня есть команда, у этой команды есть сроки и ответственность, обязательства, без нормального, быстрого обмена информации это все работать не будет в загале. Поэтому коммуникации, они вообще на первом месте. С точки зрения вообще даже разработчиков, причем для разработчиков в первую очередь это тяжелее всего. Почему? Потому что нормальный разработчик – это интроверт, который находится в своем космосе, иногда выглядывает оттуда, смотрит, что там, какие баги, что исправить, и опять ныряет. И, пожалуйста, не трогайте меня. Вот эти 4 часа вообще не трогайте, не подходите ко мне. И поэтому разработчикам тяжело коммуницировать, но без коммуникации дела не будет, нужно. И они бывают разные, там есть внутри команды, с менеджментом тоже нужно коммуницировать. Менеджер подходит и говорит, товарищ, а сделай то-то, то-то. Чего он вообще от меня хочет? Я вообще не знаю, у меня нету директора. Я себе пишу, говорят, у меня там, моя среда разработки, мой царь и бог. Кто такой менеджер, я не знаю. Нужно знать. С кастомером. Вот не дай бог вас пустят к кастомеру. Ну, с вашей точки зрения. Он же странный. Он хочет странного. Он постоянно чем-то недоволен. Мне вообще проще всего обидеться на него и перестать с ним разговаривать. Ну, что я должен разговаривать с этим странным человеком, который вообще территориально, скорее всего, за океаном находится. Или за морем. Ну, а если мы не будем общаться с заказчиком, да, конечно, есть какой-то там тоже BI у нас в команде, который с ним чаще всего общается. И project. Это его задача. А мне, пожалуйста, туда не надо. Надо. Надо общаться. Потому что, если я эксперт, я могу своей экспертизой помочь заказчику принять правильное решение. И наоборот, помочь ему не принимать неправильных решений. Вот эту вот хитрую анимацию, вот не надо. Особенно, если мы делаем MVP. Особенно, если стартап. Вот я как разработчик говорю, не надо делать. Но есть гайдлайн от Apple. Куда, какую кнопочку, на каком расстоянии поставить. Я это тоже знаю. Если я общаюсь с заказчиком, я могу ему об этом рассказать. В том числе сказать, что не надо делать дизайн одинаковый для Android и для iOS. Не надо. Пожалуйста. Потому что либо Android обидится, либо Apple. Кто-то из них точно обидится. Ну, это если вдруг я уже дорос до темлида, вдруг, или до проекта. У меня появляются сотрудники, с которыми мне тоже нужно уметь правильно коммуницировать. Знать, что нельзя давать негативную обратную связь, например. То есть, когда приходит сотрудник, и он нафокапил, нельзя говорить, ты нехороший человек, ты нафокапил. А он обидится, уйдет. А еще хуже, обидится и останется. Ну, то есть, правильная связь, положительная, обязательная, всегда хвалить нужно. Нейтральная обратная связь. Вот когда нафокапил, просто сесть и разобрать проблему. Сказать, ну, вот, ты знаешь, давай будем исправлять. Я, как твой руководитель, неправ. И ты не прав, мы вместе не правы, но это не важно. А важно, что у нас есть проблема, давай ее решим. Давай обсудим, как мы ее будем решать. Причем, вот, кстати, если говорить о заказчиках, точно так же. Есть заказчики-братья-славяне, они всегда практикуют негативную обратную связь. Есть заказчики чуть-чуть более просвещенные, которые, ну, почему просвещенные? У них больше денег, больше опыта. И они понимают, что если ты программисту даешь негативную обратную связь, он потом тебе какую-то подлянку таки сделает. Какое-то пасхальное яйцо он таки в твою систему засунет. Ну, и это уже там такой уровень публичных всяких презентаций и прочего. Вот разработчикам, наверное, это уже не нужно. А те, кто перерос разработчикам, то они уже с этим как-то разберутся. Ну, дай бог вам всем перерасти разработчиков и стать гуру. С таким нимбом сияющим. Цели, приоритеты, тайм-менеджмент. Почему это нужно? Ну, понятно, если я эксперт, я могу оценивать там или давать более-менее точные прогнозы по объему работ. Да, понятно. Но потом справиться со своим временем и уложиться, и нормально спрогнозировать, и понимать, что вот такой мультитаскинг, когда у меня три джуна, два медла, и все бегают ко мне и дергают, а я пообещал вечером все сделать. Как с этим справиться? Как правильно организовать свою работу с точки зрения времени? Есть такая шутка, что темлит – это человек, который весь день занимается всякой ерундой, а вечером, когда все разойдутся, он может сесть и нормально походить. Так вот, чтобы этого не было, ну вот нужно, да, то есть со временем работать, с приоритетами, целями. Самомотивация. Важная штука, потому что, в принципе, мотивация – это то, что изнутри. Кто-то рассказывал, что вот стимул, стимул в Древнем Риме – это была такая большая палка с железной штукой, которой погоняли скот. Вот это стимул. И это снаружи. Поэтому мне не нравится, когда меня стимулируют. А мне нравится, когда я мотивирую сам себя. Потому что мне нравится этот заказчик, у него очень кайфная идея, и мне очень прикольно ее делать, и это классно. А иногда заказчик не очень, и идея не очень. Но мне нужно придумать, как сделать это классно для себя. Потому что, если будет не классно, я буду писать говнокод. Лидерство и всякие эмоциональные штуки тоже важны. Но не цель этой презентации рассказать что это. Я просто рассказываю, что это очень важно, это должно быть. Так, куда-то мы побежали. Обеспечение качества. Многие разработчики, с которыми мы общались, говорили, нам это не нужно вообще. Зачем? Он есть тестировщик, пусть разбирается с этим. Но с тестировщиком же нужно как-то общаться, как-то разговаривать на его языке, то есть понимать, о чем идет речь. Поэтому базовые вещи, связанные с тестированием, разработчик тоже должен знать. А еще лучше, когда он интерн и поработал тестировщиком. Он тогда уже знает, как это работать с тестировщиком в принципе. Он начинает их жалеть, тестировщиков, и беречь. Диплоймент. Тут все достаточно банально и тривиально. Тестируем, еще раз тестируем, заливаем на App Store. Apple говорит, идите отсюда со своим продуктом обратно, пожалуйста, разбирайтесь. Опять тестируем, разбираемся с этими страшными штуками. Вот я про Android не знаю, а вот в iOS вот эта действительно страшная штука. Вот никто с первого раза никогда ее не настраивает. Даже там синер с 15-летним опытом. Но есть мануалы, можно их читать, курить, разбираться. Есть девелопер портал. Но тоже нужно знать. Вот здесь такие страшные штуки написаны. Не запоминайте, но они с моей точки зрения должны быть. И софтверный инжиниринг, архитектура, гибкий процесс и в принципе проектный менеджмент. Зачем разработчику знать проектный менеджер? Ну потому что он в проектной команде внутри. Его же проектно менеджат, и он должен как-то реагировать на это. Он должен это понимать, как минимум. А вдруг там что-то звезды сойдутся, и он сам станет проектным менеджером. Надо знать. Об этом все. Дальше, эту часть я решил назвать веселой практически, кейс. Ну потому что презентация без практических кейсов, она грустная становится. Опять возвращаемся к этому слайду. На этот раз мы убираем вот эти вот штуки. Английский язык. Это практика. Когда я приехал в Камень из Подольский и собрал эти 45 человек, их уже там не 45, их меньше, я сказал, ребята, а кто вообще говорит на английском языке? Никто не говорит. А пишет? Нет. Читает со словарем. Ага, чудесно. А кому мы хотим услуги оказывать? Ну, в Англию, Штаты, там еще куда-то. На каком языке? На русском? Окей, хорошо. Давайте учить. Как учить? Ну, книжки читать, статьи. Чтобы было веселее, давайте сделаем English Friday. Пятница на английском языке. Как это было? Все молчат. И время от времени гуглят. Перед тем, как задать какой-то вопрос. То есть попытка была не очень удачная. То есть просто административно сказать, все, пятница и только на английском. Не работает. Хорошо. Окей. Давайте в пятницу, но вечером с пивом и будем смотреть фильмы на английском языке с субтитрами. Ну, какое-то время это получалось, работало, потом это просто пицца-пиво. Тем более пятница, кому-то домой. Ну, то есть это все дело сошло на нет. И вот как-то мы пришли к формату регулярных занятий с каким-то регулярным регулярным преподавателем. А еще лучше, если он внутри, а еще лучше, если он в теме, а еще лучше, если он вообще сейллс-менеджер, и он понимает, зачем это нужно. Вот. И вот так вот у нас как-то вот это начало работать. То есть эти занятия, они закрутились. Тем более парень молодой с дипломом педагогического университета, там с практикой английского языка там. И это было хорошо. Но говорить все равно никто не начал толком. Потому что дальше есть фактор жареного петуха. Мой личный пример. Мы начали проект с американцами. На мое счастье, у нас в команде был синьер, iOS-девелопер, англоговорящий, свободно. Но он через неделю проекта ушел в жесткий запой. А я до этого сидел и тихонечко слушал. Ну, то есть, вроде как все знаю, а говорить не могу. Почему? Психологический барьер какой-то такой непонятный. Ну, вот когда он ушел в запой, первые два дня я глотал таблетки всякие там, успокоительные, а потом понял, что, ну, говорить надо. Вот надо и все. И даже если ты несешь всякую всячину, все равно, если с той стороны адекватные люди, они делают определенную скидку, что мы все тут не на эти спикеры. Вот. И они начинают как-то понимать. Где-то аккуратно поправлять. Там есть пару простых правил. Главное не путать гаев и геев. Были у нас кейсы. Ну, пишутся очень, очень похоже. Вот. Но важно, что можно бесконечно долго учить язык, но пока жизнь не говорит, вот ты или дальше говоришь, или вообще уходи. Вот так вот. И это работает. И вот это моя личная практика, когда вот в 39 лет я заговорил. Я не считаю себя большим экспертом в языке, но меня понимают, и это важно. Ну, еще такой момент по поводу голосовой коммуникации против формальной переписки песни, шутки и пляски. Разработчикам, особенно тем разработчикам, которые интроверты, намного проще просто писать, вести переписку. письма какие-то там в скайпе, вот не дай бог говорить. Но важный момент такой, что голосовое общение с заказчиком устанавливает некую эмоциональную связь. Я вот вспоминаю кейс у нас был, когда мы первого спубликовали там очень крупный проект, и первая публикация на App Store, 15 минут напряженной тишины, вот в скайпе, все смотрят, ждут. И тут наш iOS-разработчик начинает играть на флейте. И так американцы, «Василий, это флейта? Та флейта?» И один из американцев говорит, «А у меня есть гитара?» И вот эти 10 минут, вот они вдвоем играли на флейте, на гитаре, кто-то начал подпевать. Ну и вот после такой публикации, ну будут ли конфликты серьезные с заказчиком? А даже если будут, все равно устанавливаются нормальные, адекватные человеческие отношения всему люди, и эти все вопросы, они потом решаются намного-намного легче. Ну да, конечно, проблема не только научиться говорить и понимать, но научиться понимать их шутки и самое страшное научиться шутить. Ну, потому что там есть тоже всякие нюансы культурные, нужно учитывать. Практические кейсы. Тут небольшой комментарий, что всякие совпадения с сериальными персонажами абсолютно не случайны и злонамерены. почему я назвал золотая плесень? Я не знаю насчет восточной части нашей страны, не уверен просто. Знаю наверняка по поводу западной части. В каждой семье, где-то лет 10-15 назад кто-то уехал в Европу заниматься неблагодарным трудом. Мыть посуду, строить дома, ухаживать за детьми. ехали родители с какой целью? Чтобы их дети ни в чем не нуждались. То есть, чтобы элементарно заработать на кусок хлеба. Почти в каждой семье кто-то уехал. А дальше произошла такая непонятная штука. Эти дети выросли и теперь, блин, ни в чем не нуждаются. Ну, в прямом и в переносном смысле. Выросло поколение, выросло поколение, которым на пиво в принципе в регионе 200 долларов в месяц вот так вот. И больше им ничего не надо. Они не привыкли работать, не привыкли учиться. Вот у нас в городе есть такое место называется Капусты Клаб. 100-200 человек вечером стабильно там. И вот я надеюсь, они меня услышат, потому что я их называю золотая плесень. Это люди, которые имеют по пирамиде Маслоу, они вот покушали и больше ничего им не надо. И такие ко мне в компанию тоже попадали. Их очень тяжело сразу как бы отличить, потому что они вроде как изомотивированные, потому что им скучно. Но не очень. Потому что реально, когда начинается работа, когда начинаются какие-то реальные рабочие вопросы, все, с ними никак. И как это лечить тоже никак. Школа садик не поставили нормальное отношение к жизни. СМИ по факту не было, потому что родители там. Вузы тоже не помогли. Ну, жизнь научат. Просто не брать таких на работу. Иметь какой-то такой детектор, который на входе будет отличать таких вот товарищей и говорить вот спасибо, но ты еще как-то там поработай где-нибудь в другом месте. Второй кейс это хорошо мотивированный тинейджер. После первых двух лет в Каменце-Подолжском я был в жуткой печали, потому что очень много попадалось золотой плесени или того хуже. Этот кейс вообще не выводил, потому что мы их на работу не брали. люди старшего поколения патерналистически настроенные. Примерно так. Я к вам пришел, вы мне уже должны. Вот я тут два часа отсидел на работе, вы мне уже должны. Это не моя проблема, что я ничего не сделал. Вы мне должны сделать так, чтобы я что-то сделал вам полезное. Ну, этот кейс я не выводил. И я вот как-то начал уже разочаровываться в этой идее. Подумал, наверное, я крепко психанул, чтобы уехал из Киева. В Киеве, кстати, этих кейсов мало. И тут ко мне начали переходить молодые ребята, которые успели побывать в Европе или в Америке на каких-то стажировках. Они научились там выживать, зарабатывать себе на кусок хлеба. И у них самое главное есть мотивация. Не совсем понятно, зачем они обратно вернулись в Камениц-Подольске. Не совсем понятно. Но они вернулись и они хотят работать. Они хотят давать результаты и получать за это адекватные деньги. А когда я говорил о том, что есть пропасть между миллионниками и регионами, в деньгах она где-то в 10 раз. Вот в оплате труда. А они хотят получать деньги вот как будто они в Киеве или в Днепропетровске. Это нормально. Я хочу им это дать. Но их еще нужно научить. Потому что мотивация абсолютно необходима, но одной мотивации еще недостаточно. Поэтому я с ними говорю о деньгах, но не сразу. Первый год мы брали стажеров, платили им какие-то сравнительно небольшие деньги. Вообще очень небольшие. Ну 500 гривен в месяц. Это много или мало? Очень мало. А для региона нормально. На пиво хватает. А потом я понял, что это неправильно. То есть я даю деньги за отсутствие результата вообще. Нету смысла вообще. Поэтому я теперь честно говорю, вот смотри, ты интерн и ты не приносишь пользы. Ты не можешь принести результата. Я это понимаю, я это понимаю, но ты не можешь. поэтому я тебе начну платить именно с того момента, как только ты начнешь приносить пользу. Сколько нужно времени? Я не знаю. Это может быть месяц, два, может быть год. Но ты интерн, и это зависит от тебя. Я тебе могу дать место, рабочее, могу дать наставника, который расскажет, где ты прав, где не прав. могу дать все необходимые материалы, и могу и буду раз в две недели контролировать, чем ты там занимаешься, чтобы помочь тебе не заниматься ерундой. А дальше все зависит от тебя. И это работает. Причем я знаю, что в Киеве это точно не сработало. Почему? Потому что приходят выпускники вуза и говорят, платите мне тысячу долларов, я вам ничего не буду ломать. Может быть, я не знаю. Дальше вопрос, сколько человека месяцев упорного труда. Кейс, который у меня перед глазами, это реальный живой человек, 4 месяца. И сейчас девушка, кстати, мы набрали группу, там одна девушка была, она выжила. Конверсия где-то 25% выживает при такой схеме. Она выжила, она сказала, я все равно буду, я научусь, я смогу. выжила, научилась, смогла, теперь работает, у нее есть первый проект, Айос-разработчик. Ну, да, теория, чтобы знания были системными, экзамены, и много, 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 тут эта строчка, может быть, занять всю страницу, много практики, чем больше, тем лучше. Но важно, что такие люди есть. И еще важно, вот ради чего я ехал в Каменец, я свято верил и верю, что количество талантовых людей статистически одинаково, независимо от места. В Киеве, в Днепропетровске, в Каменце-Подольске, там, где-нибудь еще. Одинаково. Другое дело, что, как правило, амбициозные, активные выезжают в Мерионики, потому что там больше возможностей. Вот моя задача в Каменце как-то перехватывать по дороге и там их учить. Ягодка совсем в 37. Я очень скромный, поэтому вот этот кейс про меня, потому что я приехал в Каменец-Подольске таким классным руководителем предпринимателем и не рассчитывал программировать вообще. То есть не было у меня таких планов в принципе. Через год я начал задумываться и понял, да, надо программировать, потому что инженерная компания крутится вокруг инженеров, если директор компании вообще не в зуб ногой, дело не будет. Поэтому вопрос, первый вопрос, можно ли стать разработчиком в 35? Да, можно. на своем опыте убедился, можно. Тяжело? Да. Очень тяжело, но можно. Поэтому я не принимаю в принципе возрастных ограничений. Самое первое главное это мотивация. Можно ли из менеджера стать разработчиком? Тоже можно. Не всегда понятно, зачем, но тоже можно. В моем случае это было необходимо. Это был вопрос выживания компании. А как после вернуться менеджера, я еще не знаю. я понимаю, что это необходимо, я понимаю, что быть играющим тренером достаточно тяжело, тяжело управлять компанией, одновременно находясь внутри проекта. Но я думаю, что я решу этот вопрос и вам расскажу, как это сделать. Зачем все так сложно? Ну, я уже в принципе об этом сказал, что по большому счету мы страна IT-осорсинга, у нас еще нет продуктов. Наши заказчики где-то там далеко. Чаще всего и менеджеры по продажам тоже где-то там далеко. С нашей стороны здесь есть пресейл. Ну, то есть понять требования, оценить объем работ, дать обратную связь заказчику, сделать проект. Соответственно, наш основной потенциал это практические знания, навыки, наша экспертиза. Поэтому все так сложно, но необходимо. Кейс-перебежчик. Он включает в себя перебежчиков из других отраслей. Первый пример. К нам пришел сотрудник. Он до этого работал оператором на цементном заводе. Он считал эту работу не очень интересной и мечтал стать разработчиком. Он уже разработчик. Второй кейс это, ну, вернее, кейс один, а пример. Второй пример вообще очень яркий. Я думаю, что когда-нибудь я напишу статью об этом воин или еще куда-то. Валютчик. К нам пришел валютчик и сказал, я хочу быть разработчиком, потому что с вашей валютой, ну, и он нафиг, особенно последний год. я понимаю, что я пользу людям не приношу, а мне хочется приносить пользу, мне хочется писать код. И сейчас он у нас проходит стажировку, и мне очень нравится, что такие ситуации вообще возникают. Ну, то есть это уровень сознания и уровень ответственности. Но при этом, да, я понимаю, что если все станут программистами, некому будет печь хлеб, водить поезда, там, не знаю, строить дома. То есть здесь нужно, ну, должен быть какой-то разумный баланс. И последний кейс, это переселенцы с восточных регионов. Сейчас тоже у меня проходит стажировку молодой человек. Он жил в Луганске, потом в Израиле, теперь вернулся, вот Камень из Подольска и приехал, и у нас проходит стажировку. Я надеюсь, что со всех этих людей будет толк по одной простой причине. Это зрелые люди, и они хорошо мотивированы. Я в это верю. Мультитул. Это последний кейс, почему я назвал мультитулом. Я расскажу короткий анекдот, музыкальный анекдот. Идет музыкальный конкурс, выходит молодой гитарист-виртуоз, работает по всему грифу, высокая техника, сидят на такие, как-то вяло реагируют. Выходит следующее, такой бородатый, дядечка, какой-то берет сложный аккорд, делая так, и все там овации, аплодисменты, и все два знатока, и так молодой знаток к старому знаку. Слушай, а почему первый с техникой, и там никто не реагировал, а второй там один аккорд. Говорит, ну понимаешь, он молодой, он вообще и ищет. А этот уже нашел. Вот так и у меня. У меня был кейс, когда из варяга в греки, из науки, сначала в андроид разработку, потом в пхп, потом еще куда-то, а потом говорит, не, ребят, я устал от этих всех приколов, я хочу быть на серверной стороне, я хочу .NET, вот пожалуйста, сделайте так, чтобы это было у меня. Я подумал, да, классно будет. И сейчас у меня .NET разработчик, ну почему я называю мультитулом, потому что, он уже знает, как с той стороны, как со стороны клиентов. И когда серверный разработчик знает, это очень хорошо, то есть меньше возникает всяких там проблем и конфликтов. Собственно, все. Я очень надеюсь, как и предыдущий докладчик на обратную связь, тема очень горячая, она провокционная, правильных ответов нет, но правильно работать в этом направлении. Уважаемые коллеги, поднимаем руки, я несу микрофон. У меня такой вопрос. Вы сегодня подняли действительно интересную тему, тем более она в тренде. Сегодня многие крупные соотвердные компании открываются, учащие части, внутренние академии, целью которых действительно подготовить специалиста для себя. Тот же DataArt не является исключением. У меня такой вопрос. Как вы находите мотивированных людей внутри компании, которые готовы передавать знания? Как вы оцениваете эффективность их работы? Один тренер может подготовить за год четырех классных внутренних программистов, другой же бился-бился и ничего не получилось. Как вы отсеиваете таких специалистов, чтобы не терять время зря? В общем, вопрос в целом такой. Как обучить программиста и создать его? Вы нам рассказали. А как найти тренера, который будет этим заниматься? Вы на эти вопросы не ответили. Да, я не ответил. И думаю, что универсального ответа нет. Но есть некие практики. В моем случае есть практика банальная. То есть я просто даю чуть-чуть больше денег тем, кто становится тренером. И отбираю немножко денег у тех, кого он тренирует, когда они начинают уже работать. То есть это вопрос стимулирования. Это, да, это не вопрос мотивации. Как вообще правильно? Правильно, конечно, выделять людей, которым кайфно делиться знаниями. Вот мне кайфно что-то кому-то рассказывать. Вот не всегда слушают. И я думаю, что тут еще важен размер компании, безусловно. Потому что я говорю о кейсе небольшой IT-компании в небольшом городе, где все на виду. То есть я четко знаю, что вот Петя может рассказать, но ерунду. А к Васе лучше не подходить, потому что они тоже не расскажут. Он еще и там, еще и сверху там положит. Но есть, но есть Маша, душа человек, которая просто получает удовольствие от того, что, ну, то есть делится знаниями. Но в маленькой компании это возможно. Как в крупной компании. То есть у меня еще такого кейса нет. Это, наверное, больше вопрос, чем ответ. Еще вопросы? Сиба, есть у нас еще один вопрос. Хочу представиться. Меня зовут Дэвид Эзакели. Я начинающий программист, но общался с людьми, которые постарше, которые подольше в этой профессии. Честно, многие из них, я общаюсь с Днепропетровском, с Крым Рогом. Города вроде и хорошие, но трудные для жизни. Многие хотят сами уехать. Потому что, честно, вот рядом асфальтный завод, понимаете, какой запах. Вот девушка живет, у нее желтые дожди идут на микрорайоне. То есть вы понимаете, это не очень хорошо для жизни, для здоровья. Учитывая еще и, что большинство программистов-интроверты, это дополнительный момент, они хотят жить подальше от цивилизации. Достаточно многие. Не проще ли вам захантить кого-то в Киеве, в Днепропетровске, в Одессе, в больших промышленных грязных городах и перевезти к себе в Каменец-Подольский? Они, получая зарплату чуть меньше, смогут построить себе хороший дом, не париться по два часа через пробки ехать, выучить своих детей за меньшие деньги и так далее. Вы не задумывались над этим? Да, задумывался. Идея очень хорошая. На первый взгляд, в моем случае она не сработала. Дала относительно полезный результат. Я нашел какое-то количество классных специалистов, которые готовы со мной работать. и готовы приезжать в гости, но в Каменце не готовы жить. Но, тем не менее, я рассчитываю, что вот кейсов, которые будут связаны с переездом, их будет больше, потому что, ну, сам город к этому готов. Я говорю о Каменце-Подольском, и не только о Каменце, потому что появляется постепенная инфраструктура, в том числе и качественная связь, есть там всякие там туристические объекты и так далее. То есть, скорее всего, этот тренд будет усиливаться. Люди постепенно будут уставать жить в крупных городах. А с развитием коммуникации, ну, на самом деле, без разницы. У меня есть разработчик, который сейчас в Малайзии благополучно работает, ему хорошо. Ну, то есть, вообще не проблема. Ехать в Киев, вязать в темных углах этих синеров и в мешке везти в Каменец, я не планирую. Мне не удалось уговорить людей переехать. Ну, по разным причинам. Допустим, вот у меня есть знакомый, он в Киеве, синер, работает в крупной компании. И когда я ему сказал, слушай, ну вот, тебе же классно было в Каменце, классно. А хорошо тебе в Киеве, ну, так, нормально. А может, обратно? Пока нет. Вот давай через годика-два поговорим. Ты там пока все отстраивай, а я к тебе потом приеду. Ну, то есть, определенный возраст должен быть и определенное зрелость, чтобы устать от пробок, метро, переполненных маршруток. Вот я в офис на работу хожу 20 минут пешком. И мне это нравится. А когда приезжаю в Киев, мне не очень нравится. Ну, то есть, я за 19 лет в Киеве немножко устал от большого города. Но не все. Не все так думают. И еще вопрос, наверное, по поводу менталитета. Вот в том же Кремроге, это большой город промышленный, там есть университеты, но на окраине живет знакомый программист, и он, грубо говоря, позор в доме. Вот его говорят, что он ничего не делает, он бездельник, он программист, вот сидит, тыкает свои кнопочки, и все. В шахту ни разу не ходил. Да, в шахту не ходил, там все кто в аэропорту, кто на комбинате, а его все позорят. Нет такой проблемы в Каменце-Подольском? В Каменце-Подольском нету шахт. Но проблема есть. Проблема есть, она выражается следующим образом. Она где-то связана с высшим образованием и с обучением взагали. Речь идет о чем? Родители, которые отправляют ребенка учиться, не совсем понимают, зачем и чему он будет учиться, но хорошо понимают, что он получит бумажку. И в эту бумажку они готовы инвестировать деньги. И вот в региональных вузах в среднем год обучения обходится тысячу, где-то две тысячи долларов. Они за это готовы платить. Но при этом, когда ребенок говорит папа, мама, так давайте я пойду вот сюда, здесь меня научат, а еще, наверное, оттуда устроят. Не-не-не, подожди, это все ерунда, не занимайся. Вот иди туда, мы заплатили уже, а в следующем году кабанчика привезем. И ты, пожалуйста, обратно возвращайся с дипломом, потому что иначе мы тебя не знаем. Старая советская присказка, без бумажки ты кто? Ну, проблемы менталитета, они существуют везде. Это проблема независима. Запад, Восток, Центр, это везде есть. И, ну, наверное, пройдет 10-20 лет, пока эта проблема, она как-то поменяется. Но те люди, которые не вписываются в это вот поле менталитета на месте своем, они просто будут уезжать, и все. Большое спасибо. Вопросы, пожалуйста. Спасибо за чудесный доклад. У меня такая тема, такой вопрос. Вы очень детально осветили hard skills, но ничего не сказали по soft skills. Я хотел бы узнать, у вас есть опыт, практика, кейсы развития в человеке soft skills? И по вашему мнению, насколько это реально? Это намного сложнее, чем развивать hard skills. Это намного сложнее. Есть хороший учебный проект, GoIT называется, в Киеве, правда. И у них в обязательном порядке в учебной программе есть отдельный раздел soft skills. Как правило, эти тренинги считают специалисты именно в этом вопросе. То есть тренера-психологи, которые помогают снять вот этот вот шелуху всякую, какие все там ограничения и прочее. И правильно поставить мотивацию и прочее. Но здесь один момент, что идеально, чтобы льюисов скиллами рождались. Потому что это где-то больше в сторону качества личности. И этому обучать тяжело. Этому обучать тяжело. Потому что оно потом и так называется. Hard skills — это то, что можно потрогать, условно говоря. То есть можно легко проверить, там, знает ли человек там замыкание, к примеру, или там, использует ли он там MVC. Я там утрирую в своих проектах. Но проверить soft skills тяжело. Но я так думаю, что HR лучше знают про это. И в крупных компаниях есть отдельные тренинги, ставят коммуникации, рассказывают, как правильно общаться, как правильно не обижаться ни на кого, особенно на заказчика и так далее. У нас учебных программ по soft skills пока нет. То есть в принципе все, что я рассказывал сейчас, это скорее некий каркас учебной программы, над которой мы работаем, по чуть-чуть ее вырабатываем, поскольку мы все-таки больше не учебный центр IT-компания, но IT-компания, которая находится в месте где нет рынка труда. Нам приходится учить. Если бы не надо было учить, я бы не учил, честно говоря. То есть я бы сконцентрировался на задаче зарабатывания денег в аутсорсинге или бы полностью закрыл бы IT-компанию и занялся бы учебным бизнесом. Ну, желательно, чтобы была концентрация. Поэтому, отвечая на вопрос по проду софт-скиллов, на сайте go.it можно посмотреть и, по крайней мере, взять формулировки и поискать, почитать об этом. Есть отдельные тренинги и я так думаю, что в крупных IT-компаниях я думаю, что с удовольствием они тоже этому учат. Спасибо. Об этом я рассказывал мало, потому что об этом тяжело рассказывать. Раз. Два. Целью муа деклада не было там рассказать, что это внутри. Потому что, наверное, этому нужно посвятить отдельный минимум деклад и максимум жизнь. Спасибо. Еще один маленький вопрос по поводу ретеншина специалистов. Были ли такие кейсы, когда вы взяли специалиста с нуля доучили до уровня условного, джуньер, миддл, он потом сказал, вы знаете, я переезжаю в город Киев, потому что мне предложили плюс энную сумму к деньгам или там большой интересный проект? Да, конечно. Это нормально. Ну, то есть как с этим, ну, сопротивляться этому не надо. Нужно расслабиться и получить удовольствие. То есть нужно обучать людей больше, чем уходят, вот и все. Но запретить людям выезжать за пределы города я не могу. А крепостное право отменили. Ну, то есть и вообще я думаю, что нужно перестать на это смотреть, как на проблему. Вот как только у меня количество таких людей, которые будут уходить из компании, будет там существенное, я подключу рекрутинговое агентство из Киева и буду просто их продавать. Это перестанет быть проблемой, это будет возможность дополнительная. То есть людям хорошо, их труды стоят, мне хорошо, я еще за это денег получу. Спасибо большое. Давайте следующий вопрос, пожалуйста. Здравствуйте. Для начала я хочу поблагодарить вас за интересный доклад и задать пару вопросов, но они связаны между собой, поэтому я их задам сразу. Что касается высшего образования, есть достаточно много людей, у нас в Украине это развито, в высших учебных заведениях IT. И много компаний просят корочку о высшем образовании. Но проблема в том, что не все, кто имеет высшее образование, действительно могут тянуть на уровень, который нужен компании. Это первый вопрос. Как вообще компании оценивают специалистов, которые где-то там на стороне выучились, у которых корочка вообще не соответствует IT, там экономист, бухгалтер, неважно. Но он IT выучился сам или выучился там где-то на стороне, и как такие компании относятся к таким специалистам? Берем ли мы таких на работу? Да, берете ли мы. Или на стажировку? Да. Потом вопрос про мультитул. Многие компании требуют, допустим, от iOS-разработчика знания нескольких языков, которые к iOS вообще никак не касаются. А многие компании требуют, к примеру, эмболистическая такая ситуация, была год назад, знания языка Swift от двух лет. Год назад такое было. И вообще зачем компания, если один разработчик должен быть узким специалистом, зачем ему знать несколько языков программирования и много, которые вообще этого дела не касаются? Это все. Отвечаю на первый вопрос. В советские времена что-то было такое, будь то хоть негром преклонных готов, русский бы выучил только за то, что им разговаривал Ленин. Какая-то была такая фраза. Мне абсолютно, вот как работодатель, абсолютно все равно, из какой отрасли приходит человек, тем более, что у меня есть кейсы перебежчики, там сэмзавода, валютчик, я не знаю, офисный сотрудник из Луганска. Абсолютно не важно. Чем более подготовленным придет ко мне человек, тем лучше. Моя задача просто понять уровень подготовки на входе. Да, отвечаю на вопрос, да, безусловно, беру. Безусловно, беру. При этом желательно, чтобы высшее образование было. Желательно. Не потому, что в вузах учат чему-то. Не потому. А потому, что 4-5 лет в учебном заведении заставляют научиться учиться. И немножко обучают тайм-менеджменту. Ну, то есть, как организовать свое время, чтобы сдать сессию с первого раза. И бесплатно. То есть, если корочка будет, вообще не будет касаться IT, но человек будет знать IT, в принципе… Без разницы. Без разницы. То есть, это нормально, да? Так. Еще такое дополнение небольшое к вопросу. Допустим, программист все-таки решил выучить пару новых языков. И вот тут такая ситуация возникает. По вашему опыту, я думаю, такой опыт был, насколько быстро можно выучить новый язык, зная хорошо какой-то другой язык. Я читал такую статью на Хаббле, и люди, многие пишут, что, в принципе, хорошо зная один язык программирования, освоить другой можно за месяц. Насколько это правда, не правда? По поводу языков программирования, мультитулов и прочего. Мой кейс в мультитул не о том, что я как работодатель очень хочу, чтобы человек знал все. Как раз наоборот. Как раз наоборот. Моя точка зрения, что человек хорош, когда он специалист в одном вопросе. Но он хороший специалист в этом одном вопросе. То есть, когда я ездил, ко мне придет человек и говорит, что я тут на андроиде писал и на ios, и немножко на ruby, но я очень крепко буду сомневаться перед тем, как взять такого человека. Ну, то есть, мультитул – это кейс о том, что человек искал себя и нашел. И он в том, что нашел, хорош. И у него есть какие-то дополнительные области знаний, которые он по дороге подобрал. Но он в итоге концентрируется на чем-то одном. По поводу изучения языков программирования других, это как с обычными языками. Как говорят, сколько языков ты знаешь, столько жизней ты живешь. То есть, чем больше языков ты знаешь, тем лучше. но эксперт, ты в одном языке. И по поводу изучения нового языка. Да, выучить язык, да можно и за неделю, не вопрос. Делаешь не в синтаксисе. Вот как я говорил, что есть язык, а есть обвязка, технология, то есть, среда, в которой находится этот язык. И вот процентов 60-70 там всего. Swift за месяц можно, но все равно нужно все эти фреймворки, они те же остались. Их нужно все равно знать. И вот тут на это выходят годы. вверх. Спасибо. Продолжение следует...